Опустились на одну позицию баскетбольный клуб Университет Югра, пока без побед, выступает в гостевой серии игр Российской Суперлиги. Наша команда в конце января провела две встречи. На берегах Волги сургутяне крупно проиграли действующему чемпиону турнира Самари 58-91. А в минувшем туре в Москве встречались с текущим лидером клубом Руна. Недавно коллектив подписал контракт с известным центровым Тимофеем Мозговым. Он 8 лет провел в Заокеанской лиге НБА. Но матч с сургутским университетом пропускал из-за повреждения. В первой половине игры доминировали столичные спортсмены 46-35. После перерыва сургутянам удалось сравнять счет и даже выйти вперед. Но четвертую четверть югорчане, к сожалению, провалили в защите. Руна совершила рывок 16-3, отыграть который нашей команде не хватило времени. Итог матча 82-95 в пользу лидеров Отечественной Суперлиги. Университет Югра опустился на пятое место. Нашу команду в турнирной таблице обошел другой московский клуб ЦСКА-2. Мы говорили обычные вещи, что нужно усилить защиту, усилить борьбу на счетах. Прежде всего, на своем счете ребята услышали нас и сделали выводы. И немножко поменялась картина игры во второй половине. К сожалению для нас сегодня получилось так, что игра длится 4 периода, а не 3,5. Три четверти мы бились на равных практически. И немножко не хватило концентрации, не хватило сил на четвертую четверть. 5 февраля университет сыграет с Новосибирском. Завершится выездная серия 8 февраля матчем против БК Барнаул. Ближайшая домашняя встреча пройдет 14 февраля против Уралмаша из Свердловской области. А теперь к волейболу. Сургутская команда «Газпром Югра» также провела очередной матч Отечественной Суперлиги. Клуб из крупнейшего муниципалитета автономного округа пытался отобрать очки у Кемеровского Кузбасса. Две стартовые партии с минимальным преимуществом достались хозяевам площадки. В третьем сете «Газовикам» за счет выхода на площадку двух диагональных удалось навязать более плотную борьбу и выиграть 27-25. В четвертой партии судьба матча решилась в одной расстановке. На подачах Виталия Попазова гости со счета 2-2 добились решающего перевеса 9-2. Итог встречи 1-3 в пользу Кузбасса. В следующем туре югорчане 5 февраля сыграют в Казани против «Зенита». А ближайший домашний матч пройдет 13 февраля. В Сургут приедет московская «Динамо». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова